Виталий Бьянке известный советский детский писатель. Его творческое наследие состоит из трех сотен произведений для детской аудитории. На произведениях Виталия Бьянке выросло не одно поколение людей, способных чувствовать волшебство мира природы, наблюдать за жизнью животных и получать от этого удовольствие. Он умел так красочно описывать простые вещи, что они казались настоящим волшебством. Языковое повествование легкий и красочный, был понятен даже ребенку, а биологическое образование помогало более реалистично описывать мир животных. Исакогорская детская библиотека номер 13 предлагает вам познакомиться с рассказом Виталия Бьянке «Мишка-башка», который впервые вышел в журнале «Мурзилка» в 1950 году. Из прибрежных кустов высунулась толстая звериная башка. В лохматой шерсти блеснули зеленые глазки. «Медведь! Медведь идет!» – закричали перепуганные ласточки в береговушке, стремительно проносясь над рекой. Но они ошиблись. Это был всего только медвежонок. Еще прошлым летом он в прискочку бегал за матерью медведицы, а этой весной стал жить сам по себе, своим умом. Решил, что он уже большой. Но стоило ему только выйти из кустов, и всем стало видно, что большая у него только голова. Настоящая, толстая, лохматая медвежья башка. А сам-то он еще маленький, с новорожденного теленка, да смешной такой, на коротких косолапых лапах, хвостишка куцый. В этот знойный летний день в лесу было душно. Порно. Он и вышел на бережок. Так приятно тут обдувал свежий ветер. Мишка уселся на траве, сложил передние лапы на круглом брюшке. Человечком сидел и степенно поглядывал по сторонам. Но ненадолго хватило у него степенности. Он увидел под собой веселую, быструю речку, перекувырнулся через голову и на собственных салазках ловко съехал с крутого бережка. Там встал на четвереньки и давая лакать в прохладную воду. Напился в сласть и в развалочку, не спеша, закосолапил вдоль берега. А зеленые глазенки так и сверкают из шерсти. Где бы чего напроказить? Чем дальше он подвигался, тем выше и круче становился берег. Все громче и тревожнее кричали над ним ласточки. Некоторые из них проносились мимо самого его носа с такой быстротой, что он не успевал разглядеть их, кто такие, и только слышал жужжание их крылышек. «Ишь их тут сколько!» – подумал Мишка, остановившись и поглядев вверх. «Что пчел у дупла?» И сразу вспомнил, как прошлым летом мать-медведица подвела его сестренкой к пчелиному дуплу. Дупло было не очень высоко, и медвежата почуяли чудесный запах меда. Перегонки полезли на дерево. Мишка первый долез и запустил в дупло лап. А пчелы как загудят, как накинутся на них. Сестренка завизжала и кубарем вниз, а он отведал так и душистого сладкого меду, и опять засунул дуплу лапу и опять облизал ее. Но тут одна пчелка больно ужалила его под глаз, а другая – в самый нос. Он, конечно, не заревел, но очень быстро скатился с дерева. Пчелки хоть совсем махонькие, осердитые. Пришлось удирать подальше в лес. А сестренка еще долго хныкала. Ей так и не удалось попробовать меду. Сейчас Мишка с опаской поглядывал на стаю береговушек. Он первый раз их видел и не совсем был уверен, птицы ли они. А вдруг они такие большие пчелы? Ну, так и есть, вон и дупла их, множество черных дырок под самым обрывом. То и дело, вылетают из них все новые береговушки и с криком присоединяются к стаю. А что кричат – непонятно. Мишка их языка не знал, понимал только, что сердятся. А ну, как возьмут в работу, да начнут жалить, ой-ой. А дырок-то, дырок в берегу сколько, и в каждый, наверное, путь в ноду. Интересно, какой же он сладкий, как у тех маленьких лесных пчелок? Под самой кручей стоял почерневший от старости ольховый пинь. Недолго думая, Мишка вскарабкался на него. Да нет, где там отсюда достать? Мишка спустился с пня и полез вверх покруче. Ласточки всей стаи закружились над ним и чуть не оглушили его своим криком. Ну, да пусть, лишь бы не жалили. Ни одна не ужалила, и Мишка стал карабкаться в гору храбрее. А гора песчаная, Мишка старается, лезет, а песок под ним осыпается. Мишка ворчит, сердится, наддался всей силой. Глядь, что такое, вся круча поехала, и он с ней едет, едет, и приехал как раз на то место, откуда полез в гору. Сел Мишка и думает, как же теперь быть, этак в век никуда не влезешь. Ну, ведь Мишка башка живо придумал, как в гору пособить. Вскочил да назад по речке, откуда пришел. Там без труда забрался по травяный невысокий берег и опять сюда, к обрыву. Лег на брюхо, заглянул вниз. Тут они, ласточки, не дупло. Прямо под ним, только лапу протянуть. Лапу протянул? Нет, не достать. А ласточки над ним вьются, пищат, жужжат. Надо скорее. Посунулся осторожно еще вперед. Обе лапы тянет, вот уж было совсем достал. Да кувырк? Ах ты глупая, толстая, тяжелая медвежья башка. Ну, куда такую башку годовалому медвежонку? Ведь перевесил. Летит Мишка под кручу, через голову кувыркается, только пыль столбом. Летит вниз, сам себя не помнит, да все шибче, шибче. Вдруг, раз, его кто-то по лбу, и стоп. Прикатил Мишка, сидит. Сидит, качается, очень здорово его по лбу треснули. Чихает, сидит, в нос песку набилось. Одной лапой шишку трет, большущая шишка на лбу выскочила. Другой лапой глазенки протирает. Полни глаза песку до пыли. Ничего толком перед собой не видит. Только будто маячит перед ним кто-то высокий, черный. А, так это ты меня по лбу заревел Мишка. Я тебя. Скинулся на дыбу, лапа над головой, да раз и со всей силы черному в грудь. Тот с ног, и Мишка не удержался за ним следом. Да оба обнявшись, бультых в воду. А под обрывом-то омут глубокий. Ушел Мишка в воду весь и с головой. Но ничего, всплыл все-таки. Лапами заработал, черного от себя оттолкнул, черный тоже всплыл. Мишка кое-как лягушкой-лягушкой до того берега. Выскочил на берег и без оглядки. Полным ходом махнул в лес. Береговушки за ним тучей мчатся. Кричат. Грабитель, прозоритель, прогнали, прогнали. Мишке оглянуться некогда. Вдруг там за ним еще тот, черный, гонится. А черный в омуте плавает. Это пень. Высокий, почерневший от старости ольховый пень. Никто Мишку по лбу не стукал. Сам Мишка на пень налетел. Лбом об него треснулся, как скручатый летел. Башка-то у Мишки большая, крепкая. А сам еще маленький. Многому ему еще учиться надо без мамы. Мишка-то у Мишки. Мишка-то у Мишки. Субтитры создавал DimaTorzok